В России активно комментируют выход кремлевского доклада Минфина США, в котором оказались 96 состоятельных россиян и 114 политиков. В Москве такой шаг назвали недружественным. Но это безусловно недружественный акт. Он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом. Многие американские эксперты удивлены докладом Минфина. Это не то, что они рассчитывали увидеть. Андерс Осут из Атлантического совета вообще считает, что доклад был заменен в последний момент. Другие эксперты отмечают, что кремлевский доклад по сути является телефонным справочником кто из кто в российской политике и бизнесе и не имеет ничего общего с задачей, которую Конгресс поставил перед администрацией Белого дома. Я бы сказала, что это немножко администрация говорит Конгрессу. Хорошо, вы нам сказали это сделать. Мы сделали минимум того, что мы считаем нам надо сделать. Конгресс хотел высказать какое-то недовольствие. Администрация этим списком ничего не высказывает, кроме того, что им Конгресс сказал, сделайте список. Они нашли имена на интернете и о них выпликовали. Дэвид Крамер, бывший эксперт Института Маккейна, а ныне старший научный сотрудник Международного университета Флориды, считает, что опубликованный список не оправдал надежды, которые на него были возложены, и не отображает пожелания Конгресса. Список не посылает сигнал Кремлю или приближенным к нему людям, что ваша связь с Путиным и режимом приведет к тому, что вы пострадаете финансово. Это упущенные возможности. Я не могу объяснить, является ли это преднамеренным поведением президента США целью возобновления отношений с Россией, несмотря на то, что наши взгляды расходятся относительно Северной Кореи, Украины, Сирии и вмешательства в наши выборы. Во время встречи с американскими законодателями министр финансов США Стивен Мучин сказал, что существует секретная часть доклада и стоит ожидать санкций. Его помощник по связям с общественностью Тони Сейек в интервью изданию Bloomberg заявил, что Минфин включил секретную часть доклада, чтобы избежать потенциального вывода активов, названных лиц и организаций, а также для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации. Ольга Оликер считает, что делать окончательные выводы относительно кремлевского доклада пока рано. Я думаю, что надо будет смотреть, что будет дальше, как Конгресс будет реагировать, постарайтесь ли Конгресс какие-то на новые законы, которые постараются заставить администрацию поставить новые санкции на Россию. В Минфине же отмечают, что будут противостоять дестабилизирующим действиям России и обещают новые санкции. Александр Яневский. Настоящее время. Америка.